здравствуйте наши уважаемые зрители и слушатели как всегда по средам наш с вами программа образовательная среда всегда подчеркиваю что это наш с вами программа многие тем подка подсказаны вами нашими зрителями педагогическими работниками учителями управленцами но я ее ведущий александр милков заведующий лаборатория медиакоммуникации образования высшей школы экономики сегодня важная тема те кто смотрят наши программы регулярно наверное помнят в начале приемной кампании мы говорили с представителями разных педагогических вузов и затронули такую важную тему как целевое обучение но это была программа посвящен посвященная в общем приему я очень хотел выделить именно направление целевое обучение потому что это мне кажется очень важная история и вот поподробнее поговорить именно про эти возможности которые появились у и абитуриентов этого года тех кто поступает и его ребят которые уже учатся в общем сейчас будем разбираться подробно что такое целевое обучение сегодня как на него записаться какие преференции дает так далее у нас сегодня в студии борис борис горске заместитель председателя приемной комиссии московского педагогического государственного университета директор центра нормативного сопровождение координации приема здравствуйте здраты риф и по связи из замечательного города новосибирска исполняющая обязанность директора новосибирского государственного педагогического университета Алексей Дмитриевич Герасев. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич, тоже рады вас приветствовать. Здравствуйте. Давайте сначала разберемся в терминах. Вот есть целевое обучение сейчас, да? Раньше мы говорили целевой прием, до этого мы говорили целевой набор. Вот кто из вас ответит? В чем разница, что такое, вот с чем нынешний термин отличается от предыдущих? Целевое обучение включает в себя на самом деле два понятия. Это собственно целевое обучение, когда заказчик заключает договор со студентом, который поступил на общих основаниях. И целевой прием это прием на отдельную квоту. Квоту устанавливает правительство Российской Федерации ежегодно. И дальше студент уже учится, пользуясь, как вы сказали, определенными преференциями. И затем в течение не менее трех лет, от трех до пяти лет точнее, должен отработать у заказчика. Сейчас есть оба вот этих направления? Нет, называется это все целевое обучение. Договор заключается о целевом обучении. Только там делается отметка о том, что этот договор предполагает поступление на целевое обучение. То есть участие в конкурсе на особые отдельные места, на конкурс среди целевиков. Или в договоре написано, что студент уже поступил на первый курс на общих основаниях. И работодатель заключает с ним договор, который предполагает также его дальнейшее трудоустройство. Алексей Дмитриевич, а у вас как сейчас? Есть ребята, которые поступают именно по целевому приему? То есть уже идут поступать по направлению образовательных организаций? Или все-таки больше тех, кто, наверное, высказал желание записаться уже на целевое обучение после того, как поступил? Так, ну у нас, конечно, есть и те ребята, которые поступают на условиях целевого приема. И те ребята, которые, обучаясь на третьем, четвертом курсе, они принимают для себя такое решение. Находят, так скажем, общий интерес с работодателем и заключают договор о целевом обучении. Но я бы сказал, что все-таки тех ребят, которые поступают изначально на целевое обучение, на первом курсе, вот этих ребят, конечно, в разы больше. То есть это те, кто уже пришли и они определились в будущей профессии и примерно понимают, где они будут работать? Да. Я думаю, что здесь немало роли играют определенные льготы при поступлении. Вот, я думаю, что мы сегодня еще коснемся этого вопроса. А что является мотивами у абитуриента? А давайте прямо сейчас и коснемся. Да. Основным мотивом, я думаю, всегда было то, что абитуриент, поступая на условия целевого приема, более легко, что ли, получал доступ к высшему образованию. Ну, просто потому, что там проходной балл пониже, чем в общем конкурсе. И вот этот мотив, вот эта ситуация, будет ли он студентом высшей школы или не будет, вот, она, по сути дела, являлась наиболее важным аргументом. Вот, конечно, работают сейчас и другие аргументы, связанные с выбором хорошего места работы, скажем, школа-новостройка. Вот мы увидели, что ребята в такие школы идут гораздо более охотно, да. И если там есть какие-то вакансии, эта школа выставляет предложения, то такие вакансии в школе-новостройке, они пользуются большим спросом у абитуриентов. А как получается, вот ребята приходят в ВУЗ, поступают, да, они в школу, в колледж придут через 4-5 лет. За ними сохраняется вот это место, на которое они претендуют, или как-то по-другому планируется кадровая политика? Одна из таких привлекательных сторон целевого обучения, что студент, находясь в ВУЗе, он уже имеет гарантированное, по сути дела, рабочее место. И одно из обязательств заказчика как раз предоставить ему это рабочее место. Вот поэтому, да, по сути дела, руководитель образовательного учреждения должен прогнозировать кадровую потребность и думать о будущем своего коллектива. Собственно, мы сейчас большую работу ведем в этом направлении, говоря, доводя, так сказать, вот эту мысль, что кадры вот по мгновению волшебной палочки не получаются. Нужно прогнозировать кадровую потребность, нужно готовить совместно с ВУЗом своих будущих преподавателей, да, нужно содействовать, в том числе и материально помогать студенту, который пополнит ряды данного образовательного учреждения, да. И мы видим, что постепенно все-таки наш заказчик к этой мысли привыкает. Мы это видим по статистике, вот в этом году в нашем ВУЗе на 555 целевых мест заказчики выставили 705 предложений. Ну, скажем, даже в том году было существенно меньше. А как же вы поступаете? У вас конкурс на целевые места? То есть человек 200, которые пришли с готовыми договорами, не поступили в ВУЗ? Ну да, конечно, мы проводим конкурс, и в этом конкурсе победит сильнейший. Известно, что чем более подготовленные абитуриенты приходят в ВУЗ, тем при прочих равных условиях более качественного специалиста мы будем иметь на выходе. Но я сразу скажу, что у ребят, которые не выдержали этот конкурс, есть второй шанс поучаствовать в общем конкурсе и попытать счастье еще раз. А, то есть не все остаются за бортом. Борис Борисович, вот я помню ситуацию, когда целевой прием был гораздо меньше. У вас тоже вот такой вот набор, что многие идут на целевой прием? Да, безусловно. Уже приходят, понимая, что они будут делать после окончания ВУЗа, где они будут учиться, чему они хотят учиться. Безусловно, я абсолютно согласен с Алексеем Дмитриевичем. У нас в этом году тоже всплеск целевиков, увеличилось их количество. Отвечая на ваш вопрос в отношении того, что дети приходят уже с готовыми договорами на целевое обучение, с этого года это не совсем так. Потому что поступающим достаточно на единоцифровой платформе работы в России откликнуться своей заявкой на понравившееся ему предложение заказчика, будущего работодателя. Это предложение заказчика о заключении договора о целевом обучении, для того, чтобы абитуриент был включен в конкурсный список, достаточно этой заявки. И только после зачисления 30 июля до начала учебного года поступающий должен представить университету уже заключенный договор. Раньше было по-другому. Это вот новое положение, мы об этом говорили в программе про начало приема в педагогическом возрасте. Давайте здесь поконкретнее разберем. Раньше нужно было обратиться либо в школу свою, либо в муниципальное управление образования. Либо в администрацию. Да, и ты приезжал уже с документом. С готовым договором. Да, и как правило, ты приезжал из своей местности, из своего региона, понимая, где ты будешь работать. Сейчас ты можешь на сайте выбрать направление, и поехать потом в другой регион. Если мне захочется, живя в Москве, закончив московскую школу, работать потом в Комсомольске-на-Амуре, я выбираю предложение заказчика, который территориально находится в Комсомольске-на-Амуре. И по окончании вуза я еду туда. То есть, в принципе, это возможность для всех ребят, для любого человека, который хочет учить. То есть, даже если он вот сейчас вот решил, не договаривался со своей администрацией, вот сейчас решил поступить, да? Да, и если раньше директор школы, например, точно знал, с кем он заключает договор, и кто к нему придет работать, то, начиная с этого года, уже и руководители образовательных организаций фактически не будут владеть этой информацией до момента, когда зачисленный на первый курс обратится к ним для заключения договора о целевом обучении. Это хорошо или плохо? Я думаю, что большинство плюсов в этой ситуации, но в то же время очевидно, что могут возникнуть и проблемы. Нам в приемную комиссию очень часто звонят и заведующие дошкольными образовательными организациями, директора школ ответственные за решение этих вопросов в органах управления образованием и недоумевают, как это так, мы не будем знать, кто потом к нам придет работать. Но это шлейф той системы, которая была ранее, когда директор четко понимал, кто будет у него работать. Но ведь получается, что для того, чтобы познакомиться с этим будущим педагогом, есть 4-5 лет? Безусловно. Обычно договором о целевом обучении предусмотрено прохождение практики у заказчика. И практика как раз должна быть там, в той школе или в том, где ты в школе. Чем когда, как было в советские времена, когда просто по распределению человек приезжал и начинал работать, как молодой специалист. Да, кстати, я помню, я по распределению ездил. Мы все это помним. Алексей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, по каким направлениям подготовки сейчас у вас больше ребят выбирают или приходят с будущими договорами по целевому обучению? В предметной области, которые сами по себе кадрово-емкие, это, скажем, русский язык и литература, математическое образование, иностранные языки, история, общество, знания. Ну, пожалуй, это лидеры. Начальное образование. Да, распределение достаточно неравномерное. Мы бы, допустим, хотели бы гораздо больше видеть целевиков на образовательной программе физика. Но там их, к сожалению, немного. Это касается и других, естественно, научных дисциплин, там биология, химия. Сегодня у руководителя образовательного учреждения есть возможность не просто познакомиться с целевиком на педагогической практике, но и влиять на содержание образовательной программы, по которой целевик обучается. Скажем, если это будущий учитель физики, то заказчик вполне может попросить его за время обучения в университете освоить, скажем, образовательную робототехнику. Ну, просто потому, что для данной школы это интересно. Вот еще один плюс, на который я хотел бы обратить внимание. Значит, новые правила целевого обучения, они, по сути дела, создают конкуренцию среди заказчиков. Ну, хотя бы, скажем, по уровню мер материальной поддержки. Вот мы уже в этом году видим, что одни заказчики 2,5 тысячи обещают ежемесячно, а другие заказчики и 20, и 25 тысяч. И, конечно, у студента, наверное, есть над чем подумать. Так, Александр Ильич, мы говорим для нашей общей аудитории, что значит предлагают 2,5 тысячи или 20 тысяч студенту? Это что? Дополнительные меры материальной поддержки. Это доплачивают к стипендии? Да, доплачивают к стипендии, да, вот так. И есть заказчики, которые готовы платить 20-25 тысяч в месяц? Да, такие заказчики. Это уже начальная стартовая зарплата? Да, конечно. Слушайте, ну это неплохо, это уже неплохо, это серьезно. Ну, более того, коллеги, 555-е постановление правительства, которое принято в апреле текущего года, оно прямо указывает на то, что меры социальной поддержки студента не могут быть меньше уровня академической стипендии. И мы считаем, что это серьезный такой аргумент, ну, некая гарантия дополнительной материальной поддержки студента, это стимул для абитуриента выбирать именно целевое обучение. А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорили о том, что студент по просьбе заказчика, по рекомендации, наверное, заказчика может выбрать дополнительную программу. Вот вы назвали там, как пример, образовательную робототехнику. А каким образом? Это у вас есть дополнительные направления, дополнительные программы, и ребята их могут получить дополнительно к своей образовательной программе? Да, конечно, в ВУЗе, кроме основных образовательных программ, я думаю, во всех ВУЗах реализуются такие дополнительные программы дополнительного образования, и у нас их порядка 300 таких программ. И, ну, это один формат, а второй формат предполагает в рамках базовой программы наличие факультатива, которые, ну, это просто разные способы дать студенту дополнительные компетенции. Борис Борисович, давайте все-таки еще раз разберемся. Есть абитуриенты, которые приходят уже с пониманием, что они проходят на целевой прием, и для них есть квота определенная. Сейчас работает вот этот сайт, который позволяет им выбрать то место, где они хотят дальше учиться, то есть не учиться, а работать. А если я поступил уже, да, по конкурсу прошел, и там через какое-то время понял, что я хочу, вот я пришел в школу какой-то, мне понравилось, я готов туда выйти на работу, я могу потом заключить договор о целевом обучении. Еще раз, первый шаг – это подача заявки на платформе «Работа в России». Второй шаг. Давайте тогда по срокам. Вот если мы говорим, сейчас уже закончился, да, прием такой, но если сыграешься на следующий год? Прием на программы базового высшего образования и бакалавриата в нашем университете, так же, как и во всех вузах, заканчивается 25 июля. В магистратуру у нас прием документов продолжается до 8 августа, в аспирантуру до 30 сентября. Так что поступающие могут воспользоваться этим механизмом поступления и в этом году. У них есть год для того, чтобы хорошо изучить те предложения, которые есть на сайте, определиться и уже заранее выбрать себе будущего работодателя. Такие вещи не делаются с кондачка, нужно продумать, что будет дальше. В этом году заказчики должны были разместить свои предложения на работе в России. Посмотрим, что будет происходить и как это будет работать в следующем году. Все-таки у поступающих будет достаточно времени. Первый раз реализация этого, как сказал Алексей Дмитриевич, 555-го постановления правительства. Итак, первый шаг – подать заявку на портале работы в России. Второй шаг – подать документы в университет, либо через сервис приема поступления в ВУЗ онлайн, либо лично, либо по почте, либо доверенным лицом. Это разные варианты подачи документов есть. Затем не забыть сдать оригинал документа об образовании, потому что для зачисления на места, финансируемые из федерального бюджета, необходимо, чтобы в университет был представлен либо школьный аттестат, либо диплом об получении среднего профессионального образования. Затем 30 июля зачисление. До начала учебного года, после зачисления, необходимо заключить договор и представить его в приемную комиссию. А дальше уже ситуация может развиваться. Договор о целевом обучении. Да. Дальше ситуация может развиваться по-разному. Если захочется поменять заказчика, то есть, ну вот, изменились обстоятельства, и хочется пойти работать, например, в другую школу, то по согласованию с предыдущим, с первым заказчиком, это возможно сделать. То есть, положение от целевого обучения предусматривает такую ситуацию. И дальнейшие траектории тоже там очень четко прописаны в этом постановлении. Хорошо. Не в постановлении, а в положении. Изменились там обстоятельства, семейные отношения, обстоятельства, допустим, да, и студент уже, студент, решает расторгнуть договор. Это возможно? В случае, если договор был заключен со студентом, то есть, не было ситуации участия в конкурсе на целевое обучение, то этот договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любой момент. А если он поступил по квоте, то опять-таки положением о целевом обучении, которое утверждено 555-м постановлением правительства, предусмотрено, например, так, элементарная ситуация, студентка выходит замуж за молодого выпускника военного училища, за молодого лейтенанта. Обычная история. Предположим. Студентки педагогических вузов выходят замуж, у меня много знакомых за курсантов. И в этом случае тогда договор расторгается, не приводя никаким штрафным санкциям финансового характера. Но это уже как она захочет. Главное, что ее обязательства от родоустройства уже тогда не играет никакой роли. Или необходим уход за больным членом семьи. Больше ухаживать за ним некому. Например, если мама, папа, бабушка, дедушка, дети, ребенок, инвалид 1-2 группы, тогда тоже договор расторгается. Вот как рассказывает сейчас Алексей Дмитриевич, студенту, который учится на цельном обучении, доплачивает стипендию. Да. Серьезные деньги. И человек, допустим, на третьем-четвертом курсе, получив какие-то достаточно солидные выплаты, снимает с себя вот эти обязательства. И никаких последствий финансовых нет. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, пятый раздел положения о целевом обучении. Там все очень четко прописано, в каких случаях финансовой ответственности не наступает. Алексей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а вот есть ли возможность поступать на целевое обучение в магистратуру? У нас есть несколько десятков таких мест. И, ну, в общем-то, условия такие же. Мы даже видим таких, скажем, более мотивированных обучающихся, более целеустремленных, понимающих, зачем они пришли, какие им знания нужны, как они их будут применять. И, да, таких целевиков, обучающихся в магистратуре, у нас каждый год несколько десятков. А они потом выходят тоже на работу в образовательной организации? Или все-таки они, я знаю, что есть уже люди, которых направляют, которые будут потом заниматься научной работой, педагогической деятельностью? Ну, вот у нас где-то, наверное, более 90, даже я бы сказал, более 95% целевых мест, это целевые места для УГСН образования и педагогика. Вот, то есть, конечно, да, подавляющее большинство – это наши коллеги, которые работают в учреждениях образования и планируют продолжать работу. Зачем они приходят в магистратуру? Вот чаще всего это либо такой своеобразный апгрейд, скажем, он давно заканчивал там математическое образование или любую другую программу, и он чувствует, что требуется некое обновление знаний. Второй такой мотив прихода в магистратуру – это дополнительная квалификация. Скажем, в силу специфики программы он стал учителем математики, но потребность школы, в общем, чтобы он еще был и учителем физики. Пока действующее законодательство позволяет вот такую дополнительную квалификацию в рамках магистратуры ему дать. Ну, либо приобретение таких совершенно особых компетенций, скажем, работа с одаренными детьми. Есть в школе педагог, который, скажем, имеет дар Божий работать с одаренными детьми, у него это получается, и школа его направляет на, вот, соответственно, на магистрскую программу психология-педагогика обучения одаренных детей. Инклюзивное образование, ну, и масса других таких особых квалификаций, которые в рамках магистратуры мы даем, и довольно часто именно через механизм целевого обучения. А скажите, пожалуйста, вот вы называли, что наиболее популярные места или там направления для целевого приема, ну, понятно, да, русский язык, литература, математика, но наверняка же у вас есть целевые места и для будущих логопедов, дефектологов. Кстати, довольно много, не назвал логопедию, но это, кстати, тоже одна из самых сейчас востребованных у нас программ, и целевиков на ней достаточно много. И вообще на специальностях, на образовательных программах направления специальное дефектологическое образование, там много разных образовательных программ, олигофрена-педагогика, сурда-педагогика, тихлопедагогика, специальная педагогика-психология, всегда очень хороший конкурс, и, что очень радует, количество студентов-целевиков достаточно высокое. Да, абсолютно согласен с Алексеем Дмитриевичем. Еще бы я хотел добавить о том, что, безусловно, история тоже очень интересная образовательная программа, и история у нас представлена не только в Институте истории и политики, в сочетании с классическими профилями, бакалавриатами, специальностями базового высшего образования. Это история и право истории, иностранный язык. Как вы знаете, Московский педагогический государственный университет в соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина был включен в число шести вузов Российской Федерации, которые участвуют в совершенствовании или в становлении суверенной системы российского образования. Второй год уже мы ведем прием на пилотные программы. Базового высшего образования, специализированного высшего образования и подготовки кадров в аспирантуре. И мы отмечаем в этом году, что интерес поступающих к программам базового высшего образования возрастает. Особенно интересуют ребят, например, такая специальность, как русский язык, литература и история, например. История и воспитательная работа. Там достаточно большой конкурс, и цельвики идут туда в том числе. А скажите, пожалуйста, я думаю, что не все наши слушатели, зрители понимают, о чем разница бакалавриата и базового высшего образования? Бакалавриат, магистратура – это баллонская система. Поставлена задача создать суверенную систему российского образования. Первый уровень сейчас у нас – это базовое высшее образование, далее специализированное высшее образование и аспирантура. Разница в том, что увеличивается фундаментальность подготовки, изменяется содержание, прохождение практики. И в целом наш университет, нашему университету поручено разработать и абробировать стандарты, новые стандарты образования, которые включают в себя все компоненты, которые традиционно относятся и к учебно-методической работе, и воспитательной работе со студентами на необходимость и важность воспитательной работы. Алексей Владимирович Луков, ректор нашего университета, всегда обращает особое внимание. То есть получается, что по сравнению с бакалавриатом – это более углубленное обучение? Это другое. Это другое. Хорошо. Ребята в этом году поступали к вам и на базовое, и в бакалавриат? Да, конечно. У нас в прошлом году было всего 7 пилотных программ базового высшего образования. В этом году больше половины. А, вот так вот. И впервые в этом году мы начали прием на программы специализированного высшего образования, оставляя еще магистратуру. То же самое касается и подготовки кадров высшей квалификации. То есть специализированное – это уже после базового? После базового высшего образования. Причем специализированное высшее образование может быть 1-годичным, 2-годичным, 3-годичным. Но мне кажется, что нам бы лучше сосредоточиться на целевом приеме. Ну, это тоже люди поступают, им интересно. Да, безусловно. Скажите, пожалуйста, если, давайте вернемся действительно к целевому, вот когда ребята поступают, заключают договор, они уже знают, какие у них будут преференции? Вот Алексей Дмитриевич сейчас говорил о том, что и 2,5 тысячи, и 25 тысяч бывает стипендия дополнительная от работодателя. Меры социальной поддержки предполагают не только финансовую поддержку, это может быть и предоставление каких-то особых условий прохождения практики, в том числе это может быть и оплата проезда, и проживание, любые варианты возможны. И это все должно быть написано в договоре. Это называется существенные условия договора, то есть суть, без чего собственно договора невозможен. Вот мы с вами, люди, учившиеся в советское время, да, были обязательные отработки 3 года, должен был по распределению отработать, а вот по целевому обучению сколько лет? От 3 до 5, по решению заказчика. То есть заказчик в своем предложении сразу на работе в России дает информацию о том, какие условия он предлагает. И все это потом находит свое отражение в договоре. Алексей Дмитриевич, а вот ваши ребята, которые поступают на целевое обучение, где они в основном потом работают? В Новосибирской области, в Сибири, на Дальний Восток едут. Какие направления популярны? Ну, у нас в целом где-то 3,5 тысячи прием ежегодный, но это в том числе и с внебюджетом. И вот сразу хочу сказать, что 30% это ребята, которые не из Новосибирска и не Новосибирской области. Это, так скажем, более восточные регионы нашей Родины. Это в основном Сибирский федеральный округ. И, конечно, такая, скажем, существенная часть этих ребят возвращается на Родину. Ну, понятно, что есть те, которые хотели бы задержаться в большом сибирском городе и попробовать себя здесь. Что касается города и Новосибирской области, то там примерно соотношение пополам. То есть, вот 30% Новосибирск, 30% Новосибирской области, 30% это субъекты Сибирского федерального округа. А вот сейчас, я знаю, что у вас было недавно совещание, связанное как раз с целевым обучением с работодателями Новосибирска, Новосибирской области. Какие специальности, каких учителей не хватает, на каких направлениях у вас будет больше упор, чтобы ребята приходили в образовательные организации региона? Ну, конечно, сейчас вот такая особая проблема с учителями, естественно, научных дисциплин. Ну, как традиционно, учителя иностранных языков очень востребована, несмотря на то, что мы в разы увеличили их подготовку и соединили подготовку к преподаванию иностранного языка с какой-то предметной областью. Там, скажем, география, английский язык, начальное образование, английский язык. Кстати, они гораздо чаще устраиваются в образовательных учреждениях, чем те студенты, которые готовятся по программе, скажем, английский язык, китайский язык, испанский язык и так далее. Вот, но, в принципе, сегодня востребованы педагоги всех направлений подготовки. Вот, и это очень, так скажем, сильно ощущается. И мы вот на совещании, которое, кстати, сегодня у нас так совпало утром было с муниципалитетами по организации целевого приема, вот еще раз проводили эту мысль, что кадровую ситуацию один любой взятый вуз, даже педагогический или не педагогический, любой вуз в отрасли, работающий, в одиночку кадровые проблемы для отрасли не решит. Вот здесь, как минимум, нужна слаженная работа заказчика, вуза, но, если говорим об образовании, то органов управления образованием. И у нас вот в этом году очень хороший такой сложился тримуверат, когда губернатор актуализировал вообще вот необходимость интенсивной работы по развитию целевого приема. Было проведено несколько совещаний с руководителями муниципалитетов, значит, сегодня вот министр образования Новосибирской области проводило такое совещание, где каждый муниципалитет говорит о том, сколько он направил целевиков, как он с ними взаимодействует, сколько из этих целевиков уже документов в педагогическом университете, значит, сдали документы в педагогический университет. Сегодня я просил представителей муниципалитетов быть на связи со своими целевиками, мотивируя это тем, что, во-первых, конкуренты не дремлют, и когда вы на связи, но вероятность все-таки побольше, что ваш целевик не выберет какого-то другого заказчика. Я когда говорю «ваш целевик», я предполагаю, что это выпускники школ соответствующего муниципалитета, которых педагогические коллективы и руководители органов образования муниципалитетов рекомендовали к поступлению на целевое обучение. Вот, и вот Борис Олегович говорил о льготах, вот сейчас очень существенная такая льгота, закрепляемая в договорах, это предоставление служебного жилья. Ну, в столице, может быть, там несколько другие реалии, но вот в наших сибирских территориях наличие достойного жилья – это очень важный аргумент, поедет ли студент, выпускник. Ну, если целевик, он поедет, но там возникает вопрос, от работы в три года он останется или после трех лет он уедет? И тогда вот эта вся наша работа с целевым приемом, она будет напоминать известную математическую задачу про бассейн с двумя трубами. Значит, сколько вытекает и сколько затекает, да, воды, и вот как, будет бассейн наполняться, будет кадровая ситуация в отрасли улучшаться или она не будет? Вот ответ на этот вопрос, он во многом зависит от политики в муниципалитете, а внимания к быту, к условиям работы педагога. И вот очень важно, когда мы в таком диалоге находимся, вуз, муниципалитет, администрация образовательных учреждений, то эти вопросы комфортности работы педагога в образовательном учреждении, целевика в первую очередь, они более эффективно решаются. А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас так намекнули о том, что муниципалитетам надо работать со своим теревиком, получается, что могут и увезти? Ну вот сейчас, скажем, на стадии работы приемной комиссии, мы же уже говорили о том, что вообще абитуриент выбирает. Он может увидеть предложение заказчика, где 2,5 тысячи дополнительной меры социальной поддержки, а может быть 25, да. Где-то, может быть, заказчик сразу пишет, что у него есть служебное жилье, а где-то заказчик умалчивает. Согласитесь, что это очень серьезные аргументы иногда в пользу смены заказчика. Ну и, конечно, работа, мы видим некоторые муниципалитеты, которые каждый семестр запрашивают информацию об успеваемости целевиков. Они с ними, ну минимум раз или два раза за учебный год встречаются, ну в том числе и обсуждают какие-то, может быть, даже их жизненные проблемы, связанные с адаптацией к условиям большого города. Иногда мы от представителей муниципалитета узнаем о каких-то моментах, нужно помочь студенту. Он, может быть, в общежитии оказался не в очень комфортной комнате, да, либо ему, скажем, какие-то предметы даются сложно, и он об этом почему-то стесняется сказать. Вот. И вот такой диалог заказчика и с ВУЗом, и со своим подопечным студентом-целевиком, я считаю, что он очень важен. И он, ну, во-первых, самое главное, он, безусловно, работает и на лучший возврат целевиков, ну, по месту предусмотренному договором, и на более качественную подготовку студентам. Понятно. Борис Иванович, давайте я хотел бы еще уточнить, а может ли вот таким же образом заключить договор частной образовательной организации? Есть перечень в федеральном законе об образовании, перечень заказчиков целевого обучения, видов заказчиков. И частная фирма или индивидуальный предприниматель могут выступить заказчиком только в том случае, если они заключают договор с уже действующим студентом. По-другому отвечаю на вопрос. Частный предприниматель, индивидуальный предприниматель или акционерное общество может выступить заказчиком в том случае, если этот прием студента не связан с прохождением отдельного конкурса на целевую квоту, которую установлено правительством Российской Федерации. Но там про акционерное общество есть детали. Если в их уставном фонде присутствует доля субъекта Российской Федерации, вот тогда и можно выступать в качестве заказчика. А обычно это все-таки бюджетный, простой ответ, это бюджетная организация должна выступить заказчиком. И еще такой вопрос. Вот мы говорили, что ребята, которые уже учатся в университете, могут заключить договор на целевое обучение. А если ты учишься на платном отделении, ты тоже можешь заключить договор? Конечно. Тут никаких препятствий никто не будет чинить. Особенно в том случае, если заказчик будет оплачивать обучение. Пожалуйста. Хорошо. Скажите, пожалуйста, заключительный уже вопрос и к вам, и к Алексею Дмитриевичу. Что бы вы посоветовали ребятам, которые в этом году, еще два дня осталось, когда можно выбрать свою судьбу, и тем, кто собирается в следующем году поступать, насколько, на ваш взгляд, все-таки перспектива на целевое обучение? Кто начнет? Владатель Алексей Дмитриевич. Я бы, конечно, сказал поступающим на целевое обучение и будущим выпускникам школ, которые выберут этот инструмент, что целевое обучение – это защита от непредсказуемости рынка труда. И когда студент, естественно, выбирает такой маршрут, он знает своего работодателя, и, соответственно, у него появляется возможность лучше подготовиться к работе в данном образовательном учреждении. Он лучше знает запросы, он может меньше, наверное, задумываться о своем материальном благополучии, поскольку сегодня минимум академическая стипендия. Но академическая стипендия растет, и я думаю, что эти меры поддержки будут развиваться и далее. Поэтому это такой инструмент, я бы сказал, очень социальный, гарантирующий будущему выпускнику комфортное трудоустройство безо всяких неожиданностей. И я понимаю, что люди есть разные, у студентов, у выпускников школ бывают разные достижения на выходе из школы, и разное отношение к каким-то гарантиям, либо кто-то предпочитает, наоборот, неожиданности, импровизацию, поиски каких-то или ожидания каких-то неожиданных предложений. Может быть, для таких это не самый подходящий момент, но я все-таки думаю, что для большинства студентов, которые у нас обучаются на целевом обучении, при общении, они, конечно, называют все-таки главный приоритет, то, что они знают, где они будут работать, в каком коллективе, кто руководитель, что немаловажно, этого коллектива. И это определенные жизненные гарантии. Поэтому вот это, наверное, аргумент, который стоит приводить в общение с будущими абитуриентами, поступающими на целевое обучение. Спасибо большое. Борис Борисович, а вы знаете, я что подумал о том, что буквально недавно была достаточно активная дискуссия в СМИ про то, нужно ли возвращать распределение. Вот мне кажется, что целевое обучение это наиболее разумная форма по сравнению с советской формой распределения. Потому что логика примерно такая же, но гораздо более комфортная для тех, кто приходит на работу. Да, безусловно. С этим трудно спорить. А в отношении пожеланий будущим нашим первокурсникам, пожалуйста, приходите на дни открытых дверей, звоните в приемную комиссию, уточняйте сроки приема, уточняйте, какие документы нужны. Потому что, несмотря на то, что все ВУЗы делают все возможное для того, чтобы донести информацию о сроках приема, о перечне документов до каждого поступающего разными способами, тем не менее у нас каждый год возникают, к сожалению, ситуации, когда мы пропустили последний день сдачи документов, начинаются слезы, а потом и жалобы, что не сказали, не предупредили. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Нужно заранее интересоваться условиями приема в тот или иной ВУЗ. Особенно это касается приема на целевое обучение. Как справедливо сказал Алексей Дмитриевич, это гарантии, с одной стороны, гарантии государства, гарантии нашей системы педагогического образования. Но с другой стороны, необходимо каждому поступающему родителям задумываться об той ответственности, которую нужно нести за принятие того или иного решения. Спасибо большое. Вы знаете, я тоже сталкиваюсь с таким, можно сказать, несерьезным отношением к поступлению. Как раз у ребят 11 класса, они еще не повзрослели. Но вот мне кажется, что мы можем в нашей сегодняшней программе сказать, ребят, те, кто поступают, это ваш первый взрослый выбор. Ваш выбор, не родителей, не ваших учителей. И надо, конечно, к нему готовиться заранее. И вот наша программа, это одна из возможностей, вот таким вот образом, разузнать, что такое целевое обучение. Как вы можете выстроить уже свою взрослую жизнь на старте карьеры и на старте обучения в ВУЗе. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в нашей программе были Алексей Дмитриевич Герасев, исполняющий обязанности ректора Новосибирского государственного педагогического университета. Добавлю от себя, университет фантастический, очень продвинутый. Я знаю преподавателей из этого университета, которые по моему направлению занимаются. Очень интересная работа есть, я имею ввиду по медиапедагогике, медиаобразованию. И Борис Борисович Горскин, заместитель председателя приемной комиссии Московского педагогического государственного университета, директор Центра нормативного сопровождения и координации приема. И тоже ведущий наш педагогический ВУЗ. Я бы добавил, Борис Борисович советовал приходить на дни открытых дверей. Если вы живете в других регионах, есть трансляции с дни открытых дверей, вы совершенно точно можете посмотреть. Посмотрите, на сайте есть расписание, оно появляется уже после начала учебного года. Расписание дни открытых дверей на разных факультетах. Все они транслируются в онлайне, вы совершенно спокойно можете посмотреть, если вы не живете в Москве и нет возможности приехать на день открытых дверей. Спасибо всем большое за участие. Спасибо за приглашение. Субтитры сделал DimaTorzok